Приветствуем, хорошо ли нас слышно? Привет, Ян. Добрый вечер, да. Ян, ну вот хотели перейти как раз к новости, которую мы уже успели анонсировать, то, что произошло в минувшие дни. Это Славянск, очередная атака российской армии. Вот в пятницу днем российская армия как раз ракетами С-300 ударила по этой самой точке на карте. Почему мы регулярно видим новости? Ну вот мы довольно часто этот вопрос задаем, но все же хочется акцентировать на это внимание. Мы регулярно слышим от российских пропагандистов про выскоточные удары. Понятно, что мы уже за несколько месяцев войны уже перестали верить этим заявлениям, да и, в общем, изначально не особо-то им верили. Но вот мы регулярно слышим про выскоточные удары со стороны России, и в то же время несколько было новостей, одна за другой, в течение последних несколько месяцев, что в очередной раз ракета С-300 попала в жилой дом. Ну, соответственно, вопрос такой, можно ли случайным образом ракеты С-300 попасть в жилой дом? Или просто это оружие, но в принципе не предназначено для того, чтобы бить по каким-то точным стратегическим целям? Ну, смотрите, ракета С-300 изначально это, ну, та ракета, которую использует комплекс С-300, там их несколько, называются они немножко иначе, но там сложные аббревиатуры, неважно. Это зенитные ракеты для того, чтобы сбивать самолеты, там, другие ракеты, какие-то воздушные цели, в общем, любые, и для этого они обычно используются. Но, так как российская армия в основном использует С-400 и более современные ракеты, то ракет С-300 для комплекса С-300 более старых на складах довольно много. И поэтому они решили, а давайте мы их перенастроим, ракета довольно крупная, и будем атаковать ими наземные цели. Они это сделали и запускают их вот уже, наверное, практически год, мне кажется, как раз в середине весны прошлого года были первые сообщения об использовании вот таком ракет С-300. Судя по всему, естественно, это все, вся эта перенастройка точности ракетам не добавила, все-таки они изначально, естественно, предназначаются для воздушных целей, у них там есть система, которая, наведение, которая наводит их на воздушные цели. Ну а для сухопутных целей, видимо, им поставили какие-то простые системы, может, инерциальные, может быть, еще какие-то самые простейшие. И поэтому точность их очень-очень-очень слабая, и это заведомо неточное оружие. Оно просто очень дешевое, ну, по сути, оно бесплатное для российской армии, потому что, я повторюсь, эти ракеты, они просто лежат на складе, и там их надо просто некоторое время чуть доработать, и все. И раньше этими ракетами обстреливали активнее всего Николаев, а сейчас мы видим, как действительно их использует российская армия для обстрелов украинских городов на Запорожьском фронте, в частности, и Запорожье, если я правильно помню, обстреливали такими ракетами и различные города, и населенные пункты рядом. Ну и вот Славянск, Краматорск вроде тоже обстреливали. Опять-таки, так как ракета неточная, попасть ей в какой-то отдельный военный объект, там, укрепленный пункт, еще что-то, практически нереально. Поэтому российская армия сознательно, скорее всего, использует их в качестве орудия террора. То есть буквально направляют на украинский город, и там эта ракета куда-нибудь попадет. Потом Минобороны России отчитывается о том, что в этом здании находилась база ВСУ, естественно, о том, что, значит, цели достигнуты и так далее. Зачем это делается? Ну, во-первых, как я уже сказал, это сознательный террор мирного населения Украины. И вторая причина — это отчетность. То есть, естественно, есть подразделения, ну, собственно, есть подразделения, которые эти ракеты запускают, и у них есть задача — запускать ракеты, поражать цели. Вот они запускают, просто чтобы отчитываться перед Генштабом, перед Путиным, что война идет, значит, все ракеты запускаются, все цели поражаются. Но при этом, естественно, куда там летят эти ракеты, ну, вот мы сами видим. В последнее время часто попадались буквально просто воронки в земле, то есть когда ракеты падали, слава богу, там чаще всего не было жертв, но вот иногда они попадают и по жилым домам, и тогда происходят вот такие вот ситуации. Плюс у российской пропаганды всегда есть такое оправдание, они рассказывают, что это значит украинская зенитная ракета, конечно же, сбилась с курса и попала в свой же дом, но эта версия не выдерживает особо критики, потому что такое происходит очень редко, плюс, ну, в целом, то есть мы помним, да, ситуацию с Польшей, но нужно понимать, что вот, что здесь, что в Запорожье, когда ракеты, но там было вот в последний раз, когда в Запорожье ракеты попали в жилые дома, там были ракеты от РСЗО, но все равно, то есть когда вот так ракета попадает и так сильно разрушается дом, то это именно, ну, больше это похоже, то есть все аналитики сходятся на то, что это больше похоже на обстрел вот именно доработанными вот этими ракетами, которые сознательно были направлены туда, а не просто ракета, которая там сбилась с курса, упала как-то с неба, непонятно, такие ракеты часто даже не взрываются, именно их боевая часть не взрывается и так далее. Поэтому, конечно, эта вся версия пропаганды российской тоже не выдерживает критики. Ян, издание «Можем объяснить» опубликовала слайд из презентации фонда поддержки так называемых ветеранов СВО, он называется «Защитники Отечества», а управляет им племянница Путина Анна Цивилева. И вот из этого слайда следует, что фонд оценивает число ветеранов войны, которым понадобится помощь впоследствии, в 750 тысяч человек. Как ты считаешь, это просто такая громкая цифра для «Попила бабла» или эти цифры, 750 тысяч человек, могут быть реальными? Я думаю, что цифра это все-таки несколько взята с потолка. Ну так, они, видимо, сложили просто, да, 300 тысяч официальных мобилизованных, плюс 250-300, может быть, в максимуме, тех военнослужащих, которые были изначально, в группировке, которая начала вторжение 24 февраля 2022 года, плюс накинули еще какой-то процент на всяких добровольцев, видимо, еще добавили туда мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и вот получили такую цифру. Но надо понимать, что многие из этих людей, вот которых я сейчас перечислил, которые участвовали и участвуют, они либо уже погибли, либо погибнут в будущем. Поэтому цифра такая, скорее, с потолка, но я думаю, что чудовищным образом эта цифра должна быть гораздо больше в реальности, потому что война еще даже близко не окончена, и все больше и больше людей будут в нее вовлекаться, пока это не будет остановлено. Мы видим, что российская власть к этому готовится и делает различные шаги, то есть будут и новые мобилизованные, и рано или поздно российской группировке потребуется подкрепление, которое сейчас, если и поступает, то не большими темпами, а нужно будет гораздо больше. Ну и плюс еще тут вот они указывают эту цифру, как там ветераны есть и вовлеченные. Я бы еще все-таки в вовлеченных в войну добавлял еще и семьи, конечно же, всех этих людей. То есть понятно, что если семья, например, теряет мужа, то она тоже, естественно, становится, по сути, вовлеченной. И насколько я помню, по российским законам, таким людям, таким семьям тоже выплачиваются определенные пособия. Но тут тоже надо понимать, что, естественно, весь этот проект, и все это делается, конечно, для попила бабла, просто достаточно понять, кто это все делает, знать фамилию и родственников этой дамы, и все станет, в принципе, понятно. Но цифра очень большая. Она действительно так немножко, может быть, кого-то шокирует. Возможно, из Кремля ей позвонят и скажут, что девушка, давай-ка не делай такого, не называй такие цифры, которые могут буквально пугать людей в России. В Кремле такого сейчас не любят, конечно. Ян, вот хочу перейти к сегодняшней новости. Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через госуслуги пройдет уже во время весеннего призыва. У нас есть как раз видео его высказывания. Давайте мы его сейчас вместе с тобой посмотрим, потом вернемся. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о уявке военной комиссариата через портал госуслуг, через смс-сообщение, ну и в телефонном режиме. Это такая вот особенность. А что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Ну вот, Ян, это высказывание, я думаю, ты тоже уже видел. Вопрос два. Почему, во-первых, на твой взгляд, власти уже так в открытую об этом говорят? Потому что да, действительно, вот мы уже протестируем, мы уже совсем скоро будем набирать. И второй вопрос, такой немножко наивный, чтобы ты в лишний раз, может быть, нашей аудиторией повторил то, о чем мы говорим регулярно, что ждет призывников, которых наберут в армию таким вот удобным электронным способом. Да, еще хотел бы напомнить всем нашим зрителям, что буквально в прошлую среду, 12-го числа, точно так же я выходил в эфир к Александру и Ирине, и тогда был вопрос о том, что вот говорят, что электронные повестки только осенью начнут рассылать, когда будет готов реестр. И я сказал, что никакой реестр для них не закон, скажем так, и когда захотят, тогда и будут рассылать. Ну, собственно, вот прошло меньше недели, и все так оно и вышло. Просто буквально сейчас тоже я читаю новости, что Минцифра, значит, уточняет, что нужно специальное постановление, что все, что нет, еще пока ничего рассылать не будут. Ну вот, насколько всему этому можно верить, оценивайте сами. Я думаю, наши зрители все прекрасно понимают. Что касается того, зачем это нужно, я думаю, тестируют, ну, то есть не в самом смысле технической возможности, а тестируют реакцию. Поэтому и вбрасывают через вот такого вот непонятного мужичка в погонах, никому неизвестного. Соответственно, сейчас посмотрят, какая будет реакция. Может быть, действительно начнут некоторые повестки рассылать. Плюс, чтобы немножко приучить людей. То есть вот сейчас, допустим, они сказали это, разошлют там, скажем, не знаю, тысячу повесток где-нибудь в Москве, где у них там есть какие-то надежные данные, ну, обычным призывникам на весенний призыв. Чтобы все так подуспокоились, типа вот начали верить власти в этом отношении, что нет, нет, это не для мобилизации, это вот только для призыва. Ну, а потом, когда им будет нужно, естественно, уже пошлют всем, всем, кому захотят, всем, кого нужно будет набрать для второй активной волны мобилизации. Ну, и вот, вся вот эта вот логическая цепочка должна приводить к нас к одной простой мысли. Нет ничего, в чем бы российская власть не обманывала. Ну, я думаю, все уже как бы знакомы эта всем мысль. Поэтому то, что сейчас призывников не отправляют на войну, это не значит, что их не отправят на войну завтра или послезавтра. Поэтому, естественно, сейчас, даже если вас зовут на обычный призыв, самое лучшее время для того, чтобы от него откосить. По доброй российской традиции как бы бегайте от армии, как только можете, всеми доступными, по возможности, законными средствами, но не ходите в военкомат ни в коем случае, не пытайтесь им что-то доказать, там, подать какие-то данные. Любые сейчас спорные вопросы, скорее всего, будут решаться не в пользу призывника, потому что, опять-таки, людей-то меньше стало. Многих забрали по мобилизации, кто-то вот бегает как раз, кто-то уехал из страны, кто-то, некоторое там количество, пошли добровольцами воевать. Соответственно, в принципе, призывников стало меньше в стране. И сейчас, я уверен, они будут набирать даже тех, кого бы, например, в обычной ситуации призыв бы, ну, не взяли бы, решили, а, не нужен нам этот человек там с плоскостопием, а сейчас возьмут и с плоскостопием, и с чем угодно. И как бы вот так вот официально откосить, наверное, сейчас максимально сложно, нужно быть прям, действительно, прям совсем-совсем негодным. Поэтому, ну, просто вот физически не попадайте в военкомат, это самый главный, наверное, совет. А каким образом это уже решать сами, у каждого своя голова на плечах, просто вот не нужно этого делать, потому что, ну, цена, по сути, ваша собственная жизнь ни много ни мало. То есть, если даже там человека не интересует там война, там ему плевать на то, что там убивают украинских детей, то пусть он хотя бы думает о том, что он потеряет свою собственную жизнь, потому что ничего, кроме смерти, на войне тех, кто туда сейчас попадает, не ждет. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным.